Египет предложил израильтянам и палестинцам посредническую помощь. В Иерусалим на историческую официальную встречу прибыл министр иностранных дел Египта Самих Шукри. Он обсудит с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаняху вопрос о возобновлении мирных переговоров между израильтянами и палестинцами. Визит такого высокопоставленного египетского чиновника в страну стал первым за последние 10 лет. Однако достижение этой цели требует серьезных шагов по укреплению доверия, а также твердой воли, которая не дрогнет и не ослабеет ни при каких обстоятельствах. Египет готов поддержать справедливое, всеобъемлющее и устойчивое решение по урегулированию палестино-израильского конфликта. Последний раунд мирных переговоров между израильтянами и палестинцами прошел в 2014 году. После этого ситуация в конфликтном регионе только ухудшилась. В мае этого года египетские власти предложили свое посредничество в этих переговорах. Президент Египта призвал обе стороны реализовать арабскую мирную инициативу 2002 года. Он также заявил, что это улучшит египетско-израильские отношения. Бенемини Таняху приветствовал усилия Египта по урегулированию конфликта, а также заявил, что готов обсудить арабский мирный план. При этом он призвал палестинцев возобновить прямые переговоры с Израилем. Это единственный способ, которым мы можем решить все неразрешенные проблемы между нами и превратить в реальность видения мира по принципу «два государства для двух народов». Глава МИД Египта ранее нанес официальный визит и председателю палестинской автономии Махмуду Аббасу, а 3 июня во Франции прошла международная конференция по вопросу урегулирования израильско-палестинского конфликта. В ней участвовали 29 стран – представители Лиги арабских государств и генеральный секретарь ООН. Ни Палестина, ни Израиль своих представителей на конференцию не отправили.